Доброе утро! К ним мы вернемся. Для начала добро пожаловать и добро пожаловать в нашу новую студию, светлую, яркую. Доброе утро, очень приятно. Мы себя прекрасно здесь ощущаем. Цветочки пахнут, птички поют где-то там. Мы вас еще и накорлим, но все это будет потом. Что касаемо ваших переездов, мы за вами следим, вы постоянно гастролируете, либо путешествуете, либо пытаетесь везде скупить недвижимость, мы просто не понимаем, где вы на данный момент живете. То ли в России, то ли в Румынии, то ли в Беспублике Молдова. Он не может определиться, какой дом. Он хочет дом и в Трансильванию, он хочет дом в Швейцарии. Он не может определиться. Мужчина с амбициями. А мне нужен просто дом, потому что мы с января месяца, мы выехали из Москвы, три месяца в Румынии, месяц в Италии, месяц в Швейцарию, в Болгарии, два месяца в Израиле. Поэтому сейчас мы здесь, мы рады, что мы здесь. И вот я не могу сказать, где мой дом. Мы временские музыканты, колесим, как мои родители. Я думаю, для творчества это не помеха. Что касается нового клипа, композиция называется «Доп». Я вот попытался найти его перевод, его значение с английского на русский. Там большое количество различных значений, от самых обычных до не самых привычных, так скажем. Какое значение конкретно в этой композиции этого слова? Это жаргон, и в данном случае это слово «доп» означает «классный», «клёвый». Потому что как-то раз мне комментарии на один из синглов написал «Чёрный брат» мой, один из Соединённых Штатов, и пишет «You're dope». Ты клёвая, ты классная. Это запомнилось это выражение? Это мне запомнилось, да, и как-то оно привязалось, и в этой песне, во-первых, я хочу похвалиться впервые, потому что полностью от и до не только вокал, не только слова и музыка, написанные мной, но ещё и продакшн песни. Это моя первая попытка была сделана мной. Ну мы поздравляем. А на Юрия легла другая задача, он занимался... Видеоклипом. Видеоклипом. Видеоклипом, да. А Настя была режиссёром, я просто претворил её мысли на экран. Режиссёром это громко сказано, я просто... Это были мои идеи, и просто Юра мучился, как их воплотить в реальность. Мы не стремились сделать коммерческую картинку на этот раз, мы стремились привлечь внимание и достудиться до сердец людей, чтобы они поняли. Это немножко другого типа видеоклип. Здесь очень много документальных кадров, мы снимали его и в Израиле, в Иерусалиме, центр религии, мы снимали на гей-параде в Иерусалиме. И все люди, которые принимали участие в этом клипе, они реальные люди, они не актёры, то есть все реакции, что вы видите, они абсолютно... Кстати, вы им говорили, что их будут показывать по телевидению, их лица будут тратироваться... Мы им говорили, что вы станете известными, им это очень понравилось. Люди, в принципе, с лёгкостью, да? Конечно, конечно. Да, вот в этом отличие Израиля, потому что молодёжь очень открытая, раскованная, да не только молодёжь. И в Израиле столько интересных личностей, самое разнообразное количество интересных людей. Да, сбирается со всего мира экспонат разных культур. Я предлагаю не тянуть долгое время, давайте посмотрим сам видеоклип, потому что после него появится ещё больше вопросов. И основной вопрос, который я не забыл задать, что же насчёт ваших отношений, но всё это потом, после клипа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, специальная премьера очень специального клипа от специальной и, может быть, необычной постановки вопроса, потому что, ну, я, честно, удивлен был самим клипом, хотя я его видел уже второй раз сегодня. Темы, я считаю, острые освещены. Как ты выбирала темы? Почему именно ты решила привлечь внимание общественности к этим проблемам, либо, может, не проблемам? Сейчас расскажу. После телепроекта «Х-фактор» в Румынии очень была неординарная, необычная реакция на меня. То есть много людей хвалило, и также много людей, которые писали, но они не очень поняли, они не очень поняли мой образ. В чем была особенность? В чем была особенность? Для них это было слишком. И так как я артист, необычный человек, мне болело это. То есть я простой обычный человек, и с кожей, и костей, и поэтому я тяжело переживала это в себе. И вот эту боль я вложила в текст. Сам текст по себе очень такой немножко злобный, но в итоге вышла песня с сарказмом и иронией, потому что я прошла через это, и сейчас это все проще. И вот я необычный человек. Люди с разными ориентациями. Каждый человек имеет право быть самим собой в этом мире. И не судите. Не судите никого, потому что мы все-таки взрослые люди, берем ответственность каждый за свою жизнь, и мы имеем право выбирать тот путь, который мы хотим. Вы сделали свой, кстати, общий выбор. Я не знаю, все-таки это слух или не слух, что Юрий сделал все-таки предложение. Да. Так это было? Где это было? Это было в Тель-Авиве, в Израиле, на берегу моря. Мы отмечали якобы мой день рождения, накрыли стол, шампанское. А можно я расскажу? Можно? Очень быстренько. Быстренько я скажу, что просто в самый кульминационный момент, и он мне говорит красивые-красивые слова. И последняя фраза звучит, он говорит, как я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. И тут я не знаю, что со мной случилось. Начала догадываться даже? Нет, нет. И я ему говорю, так в чем проблема? Сделай мне предложение. Он стоит с кольцом в шоке, челюсть открыта. Я смотрю на кольцо, тоже в шоке от своей фразы. Вот это мгновенное поплощение мечты в реальность. Это, видимо, да, интуиция женская все-таки. На следующий день мы отметили плановку. Мы вас поздравляем, дорогие друзья. Друзья, я предлагаю завершить нашу беседу какой-нибудь утренней мелодии, которая бы помогла нашим... Утренней, с которой мы просыпаемся. Утренней, с которой мы просыпаемся. Да, каждое утро. Давай. Что это будет за? Ну, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мисс М и Юлия Гершман у нас сегодня были в гостях. Ребята, мы еще раз благодарим, что были у нас в гостях и представили новый видеоклип, заведили нас энергией. Спасибо за приглашение. Вообще, петь можно, как и заниматься спортом в любом возрасте. Давайте узнаем, кстати, о спорте далее и следующего сюжета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!